По сложному стечению обстоятельств мы пока не открываем центр Литаж Урал, что должно было произойти завтра по плану, но это произойдет чуть позже, видимо весной следующего года. Но тем не менее, сегодня у нас тоже прекрасное событие. Мы открываем выставку одного шедевра, действительно так. Не просто выставка, одна картина, а выставка очень интересной вещи. Для приветствия всех вас и, скажем, обозначения торжественности момента я приглашаю ЭЦМР по социальным вопросам Екатерину Александровну Сибирцеву для приветственных слов. Спасибо, Илья Николаевич. Илья Николаевич, уже идите сюда сразу, раз уж я про вас заговорила. Спасибо, Илья Николаевич. Очень приятно наконец-то сегодня с вами. Жаль, что наша история вынуждена закрешивать всего определенных событий, потому что, конечно, дни, тормитажи, а вообще коллекция нашего музея из-за достойны самого широкого освещения, обсуждения, посещения. Вы сегодня станете свидетелями вашего исторического события, потому что то полотно, которое вы сегодня увидите, оно обладает замечательной совершенно историей, непосредственно связанной с войной в том числе. И так, мостик просматривается и к нашему музею, я имею в виду к коллекции Эрмитажа, которая у нас во время эвакуации находилась так или иначе. Все эти вещи связаны, то, что это импрессионизм, то, что это именно Мане. Я думаю, нам сейчас наши гости из Эрмитажа обязательно объяснят. И, конечно, эта картина полная, движение воздуха, света, очень динамичное полотно, мне кажется, просто замечательным, ярким впечатлением. Слово впечатление, конечно, всем нам знакомо в связи с импрессионистами, но у каждого в душе отпечатать. Я хочу поблагодарить государственный Эрмитаж за такой вот чудесный выбор, за постоянное сотрудничество, за то, что уже пятый раз «Эрмитажа» в Екатеринбурге проходит. Прошу обратить внимание всех гостей и на ту программу, которая подготовлена в рамках «Эрмитажа» в Музее изобразительных искусств города Екатеринбурга. Ну и, конечно, приглашаю всех посмотреть картины. Поздравляю с очередной прекрасной выставкой. Спасибо. Я уже представлю Илью Николаевича. Извините, что забираю микрофон. Илья Николаевич Марков, учебник управления культуры города Екатеринбурга. Добрый день. Я не буду долго занимать внимание. Скажу просто печальную новость, что картина эта не продается. И сегодня мы действительно увидим одно из лучших полотен, которое представлено в данном штабе, в оригинальном штабе ресурса «Эрмитажа» в обычной жизни. Надеюсь, что господин Мане не обидится, если мы назовем эту работу тизером предстоящей коллекции центра «Эрмитажа Урал», которая откроется совершенно точно в 2021 году. И мы надеемся, что это событие совпадет с празднованием юбилея Тимурского музея изобретительного искусства. Что говорить? Импрессионисты, наверное, самые модные живописцы вообще последних лет. И все дети, взрослые, как только начинают обсуждать живопись, так или иначе, приходят к тому, что импрессионисты, вот импрессионисты, импрессионисты, и так здорово, что именно эта работа действительно, немножко мы уже в преддверии церемонии открытия обсуждали, общались и познакомились с Аленой, которая будет индивидуально читать лекции в самое ближайшее время, что действительно это некий новый взгляд, новое впечатление, в принципе, от увиденного, которое импрессионисты старались передать зрителям. И мы надеемся, что такое же чувство, воспитание, все-таки, в 2021 году на открытии центра «Энтажа». Конечно, простите, это главная наша тема и главная наша такая цель на ближайшее время. Спасибо, что пришли, и уверен, что получите массу удовольствия. Я очень рад, что так деформировалась всеобщая наша работа, что мы все думали, когда же он откроется, это все в нашу пользу. Ну, наконец-то я передаю слово Наталье Борисовне Демене, кураторам этого проекта, прибывшую вместе с картиной, подготовившей огромное количество текстов и бесценной совершенно искусствоведческой информации для всех нас, для города, для вас. Наталья Борисовна, спасибо вам, ну и вам слово. Ну и, наверное, после завершения вашего какого-то приветствия мы можем все пойти на восклик. Здравствуйте. Ну, вот это труд, но это так словно представленный. Думаю, что эта картина впервые на Урале. Я даже уверена в этом. Собственно, думаю, Клод Моне был в собраниях Армитажа уже в 30-е годы, поэтому что-то бывало в Свердловске. Но этот Клод Моне прибыл в Советский Союз уже в 49-м году и, конечно, впервые пересек нашу страну на восток. И, собственно, да, импрессионисты, два слова, впечатления. И на самом деле, как раз искусство импрессионистов – это то, что нужно видеть. Можно говорить, наверное, о любой живописи, но многое можно сказать словами. Здесь это искусство, которое создавалось глазом, и это нужно увидеть. Поэтому я приглашаю вас всех посмотреть на эту картину. Друзья, ну что, тогда давайте мы проследуем все залы экспозиции. Напомню, что картина у нас только одна. Все мы одновременно посмотреть на нее не сможем, поэтому как-то чувствуете плечо товарища рядом. Ну и комфортного вам просмотра. Надеюсь также, что вы потом сможете все обсудить за бокалом шампанского на фуршете, которое мы для вас приготовили.